Гастрит, изжога, нарушение стула. Такие ли это простые и безопасные состояния, к которым мы привыкли на самом деле? Сегодня мы поговорим об этом. Здравствуйте! Меня зовут Кушкин Виталий Владимирович, я врач-хирург-онколог. С вами канал Новая Медицина и это Медблог. Сегодня мы поговорим с вами о предраковых, предонкологических состояниях, предонкологических заболеваниях, связанных с желудочно-кишечным трактом. Для начала мы вспомним то, что к желудочно-кишечному тракту относят немалое количество органов, которые входят в группу большую пищеварительной системы. Это такие органы, как пищевод, желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник, поджелудочная железа и печень. Сложность пищеварительной системы состоит в том, что, во-первых, пищеварительная трубка сама по себе, начиная от пищевода, заканчивая прямой кишкой, нестерильна. В целом наш организм не содержит внутри себя микроорганизмов, никаких он стерилен, нет нигде никаких бактерий, кроме как желудочно-кишечного тракта и других мест, имеющих контакт с внешней средой. Поэтому желудочно-кишечный тракт подвержен влиянию внешней среды. Второй особенностью является различная PH или кислотность на разных уровнях пищеварительного тракта. В ротовой полости это щелочная среда, в пищеводе это слабо-щелочная среда, в желудке это кислотная, агрессивно-кислотная среда. И в дальнейших отделах пищевода это среда щелочная или близкая к щелочной. За счет этих перепадов внутри пищеварительной трубки, так называемой, имеются много ограничителей, сфинктеров, клапанов, которые не дают происходить обратному ходу съеденной пищи. То есть в пищеварительной системе существует физиологически и в норме однонаправленность от ротовой полости к естественному выходу. Итак, если мы начинаем с пищевода, то, конечно, такое простое заболевание, как изжога, точнее изжога это состояние клиническое, связанное с возникновением жалоб на болезненность и жгучие боли за грудиной и в эпигастральной области. Впрямиком могут распространяться они до горла и даже полости рта. В чем же вообще сложность и страх перед этим состоянием? Во-первых, это довольно-таки безвредный или в общей среде привычный для всех людей симптом. Кто из нас ни разу не страдал от изжоги? Само по себе заболевание называется гастроэсофагорефлюксная болезнь. То есть это процесс заброса желудочного содержимого в пищевод, в эсофагус. Какой бы ни была или ни казалась эта патология простой, она приводит или может приводить к довольно сложным и серьезным последствиям. В первую очередь это так называемый пищевод Боретто. Пищевод Боретто это патологическое состояние, при котором слизистая нижняя треть пищевода замещается. То есть в пищеводе среда щелочная, в желудке среда острокислотная. При рефлюксе, при обратном забросе желудочного содержимого в пищевод, слизистая пищевода, она пытается приспособиться к агрессивной для нее, враждебной для нее, непривычной для нее кислой среде. Вследствие этого происходит замена эпителия на цилиндрический эпителий, которого быть в норме в этом месте не должно. Но при этом пищевод Боретто довольно частое состояние и он возникает примерно около 1% населения Земли. В процессе этой замены эпителия и вообще его хронического повреждения и вследствие этого воспаления эпителия нижней трети пищевода нередко возникает раковый процесс. То есть это возникновение злокачественного онкологического заболевания, как рак пищевода. Но следует понимать, что однократно проявившийся изжога, конечно же, не может привести к формированию пищевода Боретто. Это хронический синдром. В чем же серьезность этого состояния? Серьезность в том, что рак пищевода не обладает сверхблагоприятными прогнозами и довольно сложен в лечении. Оперативное лечение связано с довольно колечащими операциями. Также связано с возникновением такого осложнения, как дисфагия или афагия. Это нарушение глотания и невозможность проглатывания пищи. В связи с этим истощается организм и если вовремя не обратиться за медицинской помощью, то прогноз станет еще более неблагоприятным. Поэтому, если у вас имеется регулярная хроническая изжога, вам обязательно необходимо обратиться к врачу. Итак, следующий орган на пути желудочно-кишечного тракта – это желудок, собственно. Желудок – это полый орган, который необходим для аккумуляции и хранения и потребления адекватного количества пищи. Также участвует, конечно же, в пищеварении. И в основное или первичный самый важный и большой по объему этап пищеварения в том числе происходит в желудке. В связи с этим в желудке существует такой химический процесс, как выделение соляной кислоты специализированными клетками. В связи с этим в желудке довольно агрессивная кислотная среда. Это необходимо для того, чтобы у нас переваривались и белки, и жиры, и углеводы. В основном, конечно, белковая пища. Но как же желудок выдерживает эту агрессивную кислотную среду? У желудочного эпителия, у эпителия выстилки слизистой оболочки желудка существует много защитных механизмов. Тем не менее, даже некоторые микроорганизмы, например, хеликобактер пилори, выживают в этой агрессивной среде. Хотя большинство микроорганизмов, простейших паразитов, они не переживают эту среду. То есть, желудок еще выполняет некоторую антибактериальную функцию, противопаразитарную функцию, точнее, желудочный сок. Но хеликобактер пилори – это особый вид бактерий, которые научились в этой агрессивной среде не то, чтобы выживать, но и размножаться. И хроническое их присутствие и воздействие приводит к повреждению слизистой. Да, существуют нехеликобактерные гастриты, такие как атрофический гастрит, но все-таки основная масса гастритов именно в воспалении слизистой оболочки желудка, она связана именно с хеликобактер пилори. Для слизистой оболочки желудка крайне важна целостность защитных функций. При их нарушении желудок оказывается восприимчив, или слизистая оболочка желудка оказывается восприимчива не только к самому воспалению, к инфекционному процессу за счет хеликобактера, но и к агрессивной среде самого органа, внутренней выстилки органа, то есть к кислотной среде. И поэтому воспаление становится довольно-таки сильным. Плюс мы еще добавляем агрессивность всего съеденного, то есть мы можем есть вредную пищу, алкоголь, механически необработанную пищу, слишком сильно термически обработанную пищу, то есть банально очень уж горячую пищу, слишком острая, слишком приправленная. Все это провоцирует воспаление в слизистой оболочке, и наряду вместе с воздействием внешней среды это приводит к довольно выраженному процессу. Может формировать или гастрит, или язвенную болезнь желудка. Практически любая язва, если ее не лечить, с течением времени заканчивается формированием опухолевого процесса. И это довольно недооцененный фактор именно воздействия хронического заболевания в онкогенезе, в формировании опухолевого процесса. В связи с этим необходимо помнить, что для всех нас привычное состояние гастрит. В своей практике я могу всегда сказать, когда спрашивают у человека, есть ли у вас гастрит для, например, назначения гастропротекторов при лечении НПВС нестероидными противовоспалительными препаратами, практически все говорят, доктор, да у кого его нет. Поэтому мы все с этим сталкиваемся, мы все это знаем. И необходимо не забрасывать это, не забывать об этом, а следить за своим здоровьем и обращаться к специалистам. Предраковое же состояние касательно печени. Печень это немаловажный орган желудочно-кишечного тракта и вообще в целом один из самых важных органов нашего организма. Небольшая ремарка. Многие специалисты соглашаются и сходятся во мнении, что некоторые органы можно заменить искусственные. Ну, в той или иной степени и на той или иной период. То есть, так называемое искусственное сердце, это аппарат искусственного кровообращения. Искусственная почка или методика искусственной почки, это диализ и связанные с этим процедуры детоксикации и так далее. Но вот искусственную печень, наверное, не изобретут никогда, потому что это один из самых сложных для обмена органов и это сердце нашего обмена веществ. Но необходимо помнить, что это в том числе и орган пищеварительной системы. И в печени образуется желчь, с помощью которой мы можем переваривать и усваивать жирную пищу, жиросодержащую пищу, которая является основным подавляющим или самым большим источником калорий для нас. И любые жирорастворимые вещества не могут перевариться без желчных кислот, которые продуцируются в печени. Любыми предраковыми состояниями печени являются её воспаления. Это гепатиты. То есть, гепатит – это дословно перевод с латинского «воспаление печени». Гепатиты могут быть разных причин. Это могут быть инфекционные гепатиты, вирусные. Гепатиты бывают инфекционно-паразитарными. То есть, при наличии каких-либо глиссных инвазий, паразитарных заболеваний печени. Гепатиты бывают токсические, хронические. Это гепатиты, возникающие при хроническом злоупотреблении, в том числе алкоголя. Это отдельно алкогольные гепатиты. То есть, это подвид токсического гепатита. Это лекарственные гепатиты при использовании лекарственных средств. Например, даже той же химиотерапии в онкологии. Гепатиты аутоиммунные. Это или аутоиммунные отдельные роды заболеваний, без выявленных причин. Или же это иммунные или иммунопосредные гепатиты вследствие иммунной терапии, применяемой в онкологии. И все они, все эти виды гепатитов, могут в той или иной степени являться предраковыми заболеваниями. Отдельно выходящим является гепатит С и связанный с ним цирроз. Цирроз – это особый вид воспаления печени, как органа, при котором немалая ее часть, часть печени, замещается на соединительную ткань. Существует мнение патогистологов, патоморфологов, что любой вирусный гепатит С рано или поздно переходит или в цирроз, или в рак печени, холангиокарциному печени. В онкологической практике рутинно и повсеместно распространена гистологическая верификация. То есть, диагноз злокачественного образования устанавливается только если мы видим раковый процесс под микроскопом. Напоминаю, что в общем о предраковых состояниях и что такое предрак мы говорили с вами в одном из предыдущих роликов. Ссылка на него будет в описании. В свою очередь, для первичных злокачественных образований печени, например, гепатоцеллюлярная карцинома, не обязательно гистологическая верификация при совокупности нескольких причин. Например, цирротическое поражение печени в исходе вирусного гепатита С. Таким образом, мы понимаем, насколько важны хронические воспалительные болезни печени различных генезов, будь то вирусных, паразитарных, алкогольных, других токсических поражений, в формировании опухолевого процесса. Для вашего удобства и для того, чтобы не продлевать слишком сильный хронометраж, вся патология предраковой желудочно-кишечного тракта будет разделена на два ролика. Поэтому об оставшейся предраковой патологии желудочно-кишечного тракта мы поговорим в следующем ролике. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и до новых встреч!